Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем новый цикл бесед по книге Судей. Книга Судей по-еврейски Сафер Шефтим. Это книга, в которой рассказывается, как до наступления периода царей еврейским народом после смерти Иисуса Навина управляли Судья. Судья или Шефтим – это были люди из разных кальян, разного социального положения, которых избирал Господь. Среди них были женщины, мужчины, то есть самые разные люди, разного достатка, с разным темпераментом и с разным поведением. Часто задается вопрос, почему Господь попустил так, что после смерти Иисуса Навина язычники как бы порабощают и ограничивают еврейский народ. Дело в том, что когда умер Иисус Навин, по нему не совершали траура. Мы знаем, сколько дней совершался траур по Моисею, по Арону, но ничего не сказано об Иисусе Навине. И с чем это связано? Это связано с тем, что люди получили свои наделы земли. Им было не до этого, чтобы молитвенно оплакивать своего вождя, военного, политического и религиозного лидера. Они возделывали свою землю, они проводили разграничения между участками земли, то есть были заняты многими другими вопросами. И считается, что Елиазер, превосвященник, умирает сразу, вскоре после смерти Иисуса Навина, именно потому, что это было наказание для них, для евреев. Они не оценили значение Иисуса Навина, они не провожали его, как положено. И как наказание умирает и первосвященник. Через какое-то время умирают старейшины. И гора, на которой был похоронен Иисус Навин, есть такое древнее предание, она от негодования затряслась. И был страх у евреев, что она может поглотить их всех. Но они все равно занимались своими наделами земли. И это для них было важнее. За непочтительное отношение к представителям религиозного руководства народа Бог наказывает людей. А в книге Руфь говорится о том, это был период, когда судили судей, то есть осуждали своих религиозных лидеров. За это был голод. А в случае со смертью Иисуса Навина и отсутствием траура по нему, Бог наслал власть иноплеменников. И мы читаем первую главу. Здесь следующие темы. Победа израилетян на юге Палестины. Племя Вениаминова не стало прогонять Ифусеев. Племя Ефрема и Монасии завоевывает Вифиль. Израилетяне не стали прогонять Хананеев и Амареев. То есть мы видим общий упадок. Они не выполняют те условия, которые перед ними поставил Господь. И мы читаем. По смерти Иисуса вопрошали сына Израилева Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними? И сказал Господь, Июда пойдет. Вот я предаю землю в руки его. Июда же сказал Симеону, брату своему, «Войди со мною в жеби мой, и будем воевать с Хананеями, и я войду с тобою в твой жеби, и пошел с ним Симон». Таким образом, мы видим, что первый судья еврейского народа, Шефтим, это был Июда, который решил разделить свое служение судьи со своим братом, чтобы он вошел с ним в один жеби. Мы здесь прочитали, и сказал Господь. Возникает вопрос, а как сказал Господь? Господь мог говорить через Урим или Тумим. Эти камни висели на груди первосвященника, тогда это был Финес, и на нарамнике, где были имена каждого из колен. И когда эти камни двигались, то вспыхивали разные буквы, буква к букве, и появлялись слова. Или это был кто-то из пророков, который сказал, что Июда должен пойти на это поприще. «И пошел Июда и предал Господь Хананеев и фаризеев в руки их, то есть Июда и Симеона, и побили они из них в Эзеке десять тысяч человек». Ну, конечно, они пошли с армии. В Эзеке встретились они с Адони Везеком, сразились с ним и разбили Хананеев и фаризеев. Адони Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Везек «Семьдесят царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим, как делал я, так и мне воздал Бог, и привели его в Иерусалим, и он умер там». Во-первых, мы видим, что ситуация кардинально поменялась. К смерти Иисуса Новина было спокойствие, никто не нападал на евреев. А здесь возникла необходимость обороняться. То, как они поступили с Адони Везеком, это было наказание Божие, потому что, как мы здесь видим, Адони Везек «Семьдесят царей обесчестил таким же образом. Отсекал на руках и на ногах их большие пальцы. И он получил то, что получил. Мера за меру. И воевали сыны Июдины против Иерусалима». Иерусалим тогда был языческим. «И взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню». Иерусалим с этого момента не становится еврейским городом. Он станет таковым только в одни царя Давида. Это была временная победа. «Потом пошли сыны Июдины воевать с Хананеями, которые жили на горах, на полуденной земле и на низменных местах. И пошел Июда на Хананеев, которые жили в Хевроне. Имя же Хеврону было прежде Кириаф Арбы, Кириаф Арба. И поразили Шишая, Ахимана и Фалмая от рода Инаковых». От рода Инакова. То есть вот этих трех великанов. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириаф Сефер. И сказал Халев, «Кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену». И взял его Гафониил, сын Кеназа, младшего брата Халифова, и Халев отдал жену ему, Ахсу, дочь свою. Здесь повторяются некоторые темы, которые мы уже их знаем из книги Иисуса Новина. Это связано с тем, что книга Судей – это другая книга. Другая книга. Когда надлежало ей идти, Гафониил научил ее просить у отца ее поле. И она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе. Ахса сказала ему, «Дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне источники воды. И дал ей Халев, по желанию ее, источники верхние и источники нижние». Ну, здесь мы видим пример того, как жена, точнее так, скажем, невеста, став женою, она теперь отстаивает интересы только мужа. И по научению мужа она просит то, в чем они нуждались. Слово «сочетание» «источники верхние и источники нижние» может означать «источники верхние» – это благословение с неба, а чаще в Пятикнижии и в других текстах это называется «роса небесная». благословение от росы небесной – это благословение духовное. А источники нижние – это благополучие материальное, то есть реальные источники воды, без которых трудно было выжить в таком климате. «И сыны Иофора, кинониянина, тестья Моисеева, пошли из города Пальм с сынами иудинами в пустыню Иудину, которые на юг от Арада и пришли и поселились среди народа». Мы видим, что сыны Иофора, тестья Моисея, они обрели некие уделы среди народа Божия, потому что муж и жена вплоть едину, а Сепфора, жена Моисея, она была мадья-нетянка, но через Моисея ее братья, они породнились со всем еврейским народом. «И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразил Хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма», то есть заклятый город. «Иуда взял также газу с пределами ее, аскалон с пределами его, и окрон с пределами его, и азот с окрестностями его. Господь был с Иудой, и он владел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Ну, как бы непонятно, если Господь с этим человеком, а при чем тут железные колесницы? Да хоть титановые, какая разница, если Господь с тобой? Господь был с Иудой, и если бы Иуда решился бы одолеть железные колесницы, он бы их одолел, но он считал, что у него это не получится, потому что с таким серьезным оружием, как железные колесницы, у египтяна они не были железными, евреям не приходилось сталкиваться. И отдали Халифу Хеврон, как говорил Моисей, и получил он там в наследие три города, сынов инаковых, то есть великанов, и изгнал оттуда трех сынов инаковых. Племя Вениаминова не стало прогонять Ефусеев, хотя Господь сказал, что когда входите в землю обетованную, что надо сделать? Разрушить идолов, прогнать семь народов Ханаана, которые символизируют собой семь смертных грехов, построить храм и поставить над собою царя. Но это основные требования, не только такие. И вот о том, как племя Вениаминова не стало прогонять Ефусеев, сказано, 21 стих, но Ефусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы и живут Ефусеи сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. До сего дня, то есть когда была написана эта книга, она была написана до времен Давида, они там жили, но потом их там не стало. Далее рассказывается о том, как племена Ефрема и Монасия завоевывают Вифиль. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. Вот если про Иуду сказано, что Господь был с ним, но он испугался железных колесниц, то про этих двух, эти два колена, они знали, что Господь с ними, и это вдыхало бесстрашие в их сердца. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И остановились, и высматривали сыны Иосифовы Вифиль, имя же городу было Луз, и увидели стража, точнее, и увидели стражи человека, идущего из города, и взяли его, и сказали ему, покажи нам вход в город, и сделаем с тобой милость. Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего, и все родство его отпустили. То есть он показал, где можно незаметно войти в город. Человек сей пошел в землю Хитеев, и построил там город, и нарек ему имя Лус. Это имя его до сего дня. Похоже, ему стыдно все-таки было жить в городе, который он предал. И Манасия не выгнал жителей Бевсана, который есть Скифополь, и зависящих от него городов Фаанаха, и зависящих от него городов жителей Дора, и зависящих от него городов жителей Евреама, и зависящих от него городов жителей Мегедона и зависящих от него городов, и остались Хананее жить в земле всей. Это обернется трагедией для первого царского дома, царя Саула из колена Вениаминова. Он и его сыновья, мертвые, будут повешены на стенах Бефсана. А израильтяне как бы пожалели и не тронули этих людей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он Хананее в данниками, но изгнать не изгнал их. Ифрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере, и жили Хананее среди их в Газере и платили им дань. То есть они нарушали, евреи нарушали волю Бога о том, что надо изгнать семь народов. Это как бы соглашательство было со смертными грехами собственными, потому что семь народов Ханана символизирует собой семь смертных грехов. А святая земля – это как бы внутренний мир верующего человека. И надо было изгнать из этого внутреннего мира верующего человека семь смертных грехов. Здесь очень многое аллегорично. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили Хананеи среди их и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акко, которые платили ему дань, и жителей Дора, и жителей Сидона, и Ахлава, Ахсива, Хелве, Афека и Рехова. И жил Асир среди Хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди Хананеев, жителей земли той, жителей же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. То есть получается, что на самом деле вхождение евреев в землю обетованную не было таким трагическим, как некоторые представляют, что это было как бы тотальное уничтожение тамошних народов. Мы видим, что это не совсем так. И это была ошибка евреев, потому что пройдет некоторое время, и они окажутся в порабощении. Им даже будет запрещено иметь точильные колеса, чтобы они не точили оружие. И оружия у них не будет. Ни у одного еврея не будет меча, представьте себе. И чтобы им заточить серпы, косы, им придется ходить к филистимлянам. 34 стих. «И стеснили Амареи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину». Сходить на долину – это было совершенно необходимо, потому что там чаще встречались источники воды. Здесь мы видим, что Амареи – это более сильное племя, они уже начинают угнетать евреев. «И остались Амареи жить на горе Хорес, где медведи и лисицы. В Аи-Алоне и Шал-Виме». То есть они там жили, проявляя то мощь медведя, то хитрость лисицы. «Но рука сынов Иосифовых одолела Амареев». То есть сыны Иосифовы отомстили за угнетение Дана, и сделались они данниками им. То есть Амареи стали платить дань евреям. «Пределы Амареев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее». Итак, эта глава – это общий обзор положения в Палестине после смерти Иисуса Навина. И мы видим, что положение изменилось в худшую сторону. И уже есть попытки ограничивать перемещение евреев, как в случае с Коленом Дановым, которые жили в горах. И это связано с тем, что евреи сами оставляли этих людей жить среди себя. Таким образом, они нарушали закон Божий, который повелевал прогнать семь народов Ханаана, которые символизируют собой семь смертных грехов. То есть, когда мы идем на какие-то компромиссы с собственными грехами, это очень опасно для нас самих. Итак, сегодня мы окончили чтение первой главы. И в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать вторую главу этой книги. Продолжение следует...